В рамках программы Митсима и Бутнева 14 декабря в Харьковском художественном музее начала работу интереснейшая выставка «Мы сами рисуем свою жизнь». Юные зрелые ученики студии «Арт-стрит» представили на суд зрителя свои работы. И для многих авторов это первые шаги в мире изобразительного искусства. Сейчас, в данный момент, я являюсь преподавателем галереи «Арт-стрит» на Гиршмана 17. У нас очень интересные занятия, у нас такие творческие работы наши учащиеся делают. И фишка в чем состоит, что учащиеся пробуют сразу все материалы. То есть и графические, и живописные, в том числе акриловую живопись, масло пробуют. Причем в любом возрасте. Знакомиться с материалами, что называется по-настоящему, чтобы пощупать, посмотреть, что это за материал. И занятия у нас по ступеням. Первая, вторая, третья. Вот в каждой ступени осваивают определенные навыки. Смешивание цветов, изучение перспективы. Ну и, конечно, в красной нитью у нас творчество идет, творческие работы. Обязательно мы планируем и участие в выставках, и зарубежных. Вот наши ученики первый раз, вот сейчас они поучаствовали в выставке. Это работы после двух месяцев работы всего лишь. Это ученики никогда не держали ни карандаша, ни кисточки. Это первые, это вот их работы, которые мы смогли, вот смогла я выучить, научить их рисовать. Совершенно самостоятельные. То есть это работы, которые они выполняли совершенно самостоятельно. Моей руки там вообще нет. То есть это вот методика, вот именно вот так, как выполняют, вот как они вот чувствуют ощущения. Ну и, конечно, школа у нас присутствует, безусловно, вот и по графике, по живописи, смешиванию цвета, изучению перспективы. Вот поэтому вот детишки очень интересные. Ну и сегодня собрались не только ученики галереи «Арт-стрит», но и мои любимые ученики со школы Репина, которую я очень люблю, потому что это большой промежуток времени. Мой и работы там, я очень люблю и руководство, и прекрасный коллектив детской художественной школы имени Репина. Вот, и детки замечательные. Поэтому и ученики были и оттуда. И ученики, которые уже закончили и училище художественное, академию. Некоторые уже нашли себя вот на поприще преподавания. То есть уже как бы вот такая династия. У нас уже династии художников появляются потихонечку, новое подрастающее поколение. Поэтому очень приятно было всех увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Цель сохранить индивидуальность каждого ребенка. Потому что каждый, вот, я стараюсь, чтобы работу ученика сразу можно было узнать, кто ее нарисовал. Сразу угадывался автор. Потому что это главное, что вот для художника, это сохранить индивидуальность творческую. Я считаю, это главное. Ну и любовь, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Алла Шляхова и ее ученики и Харьковский художественный музей дружат домами уже 12-й год. Удивительная художница и прекрасный педагог. Так отзываются о Бали Владимировне профессионалы. Ее подопечные с успехом участвуют во всех городских и областных творческих проектах, выставках и фестивалях. Работы ее учеников всегда отличаются какой-то особенной красочностью, позитивностью, позитивностью, креативностью. И когда рассматриваешь уже предвзято, вот как член жюри, например, то ты понимаешь, что автор, который перед тобой представлен, он знает и закон композиции, он знает, что такое цветоведение, он знает, что такое эмоциональное наполнение собственного произведения. И когда все вместе складывается, получается действительно настоящий маленький шедевр. Музыка. 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 Алла Владимировна действительно педагог от Бога. Ну, часто говорят, отдает частицу сердца. Для Аллы Владимировны частицы мало. Она отдает все свое сердце, все свое душу, все свое свободное время воспитанникам. И поэтому хороший результат. Сама художница Алла Шляхова признается, что ее главная цель как педагога – это, сохранив творческую индивидуальность ученика, раскрыть его потенциал. Научившись основом, техником, познакомившись различными материалами, начинающий художник сам найдет свой путь, поймет суть миссии художника на земле – творить и дарить красоту, ценить и любить жизнь. Музыка. Алла Владимировна хороший психолог. Она очень чувствует своих учеников. Она находит вот те заветные струны души, что называется, которые нужно вызвать, которые нужно разогреть, которые должны издать свой звук, должны выплеснуться. И это все происходит так, что она не давит на своего воспитанника, а помогает раскрыться именно ему, в его собственном «я». Поэтому это всегда очень ценится. Музыка. 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 Алла Владимировна – это педагог с большой буквы и человек настолько большой души, она просто человек от Бога. И я еще хочу добавить, что в наше очень сложное время теперешнее очень важно, что она формирует в детках понимание того, что в нашем мире есть вещи намного важнее, чем материальные. Поэтому за это огромное спасибо. Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!